Сегодня первый день нашего путешествия в Грузию на новогодние праздники Значит, вот наша машинка завязана Загружена по полной Ботинки, палки, лыжи, сумка, санки, всякое барахло Вот еще пара детских пакетов Остались еще одни лыжи Это моя грузинская шапка Вот здесь ребенок Сейчас поедем Только что проехали Ростов-на-Дону На М4 была жесткая пробка Прямо там несколько километров ехали в объезд Все, и из-за этого чуть-чуть мы разминулись с нашей второй машиной Вот, и сейчас мы стоим и ждем на заправке А они нас догоняют Приехали в Пятигорск Уже утро Переночевали в отеле Сейчас пошли на завтрак Вот такой у нас отель Хаят Спа-отель Хаят Вот у нас вот такой вот номер Кроватка, детские мультики Столик Ванна, туалет Вчера было стормовое предупреждение на Кубани И мы как раз в него попали Мы попали в перекрытие трассы Попали в... Ехали по трассе И каждые там 2-3 километра Машины, которые вылетали в Кювет Видели Вот, в общем Вместо запланированных там 10-12 часов Мы ехали почти 15 часов Ну и, соответственно, средняя скорость у нас снизилась Со 130 до 60, до 70 Вот Так что вчера был сложный вечер Заселились Вот сегодня позавтракаем Поедем дальше Сейчас уже поедем в Владикавказ И после этого сразу поедем в Гудаури Друзья Сейчас мы находимся в Северной Осетии В городе Владикавказ Заправились Идем дальше Два дня снега с дождем Делают свое дело Вот такие здесь образуются наросты у нас На машине Вот так машина выглядит спереди Вот значок Но зато наш номер никто не прочитает Штрафов меньше придет Вот с этой стороны также В общем, мы едем дальше То есть, остановка Верхний Ларс Там будет граница с Грузией И мы уже поедем В Грузию Чтобы пройти российско-грузинскую границу Надо ставить небольшую пробку Базисты, может быть, минут 20 Вот такие Линии Все показывают Что у нас есть в кузове Небольшой досмотр машин Для большой В зависимости от подозрений пограничников Вот и после этого проезжаешь Это российская граница Сейчас мы пойдем на грузинскую границу Здесь нельзя снимать Поэтому и так чуть-чуть Показываю В общем, вот мы прошли российскую границу Вот такие вот здесь горы Сейчас демилитаризованная зона И потом будет граница Грузии А нам тоже поставят штамп о том, что мы въехали в Грузию Вот Юля с Мишей пошли метить территорию Точнее, Миша пошел Вот, а мама его сопровождает Саша проехал вперед Они чуть раньше нас проехали Меня гаишник тормознул Из-за того, что у меня были нечитаемые номера И я с такими гаишниками никогда не сталкивался Гаишник, в общем, восстанавливает Спрашивает документы Я вам все показываю Он говорит У вас номера вообще нечитаемые За это есть штраф Но в честь новогодних праздников Чисто от души, по-братски Давай, сколько, говорит Не жалко Сколько, говорит, тебе Чисто, я говорю Он говорит, штраф 500 рублей Я говорю, ну таких штрафов нет Давайте, говорю, 100 Он говорит, ну я же тебе сказал От души, говорит, по-братски Я говорю, это от души, говорю Давай, 100 Вот, в общем, на Новый год подарили гаишнику 100 рублей Такое мне в первый раз Ну, чтобы именно в таком духе мы торговались Вот, но, тем не менее, очень весело Это уже было перед самой границей Село Нижний Ларс Буквально там 5 километров до российской границы Сейчас мы поедем в село Верхний Ларс Там будет грузинская граница Такая же система на въезде в Грузию Вот здесь стоят линии Все подъезжают Всех проверяют паспорта Единственная разница в том, что пассажиры идут пешком Вот через это здание Таможенный контроль у них там А водитель он здесь Вот так что я сижу, жду Сейчас нас ждет 30 километров вот такой дороги Где фуры И машины Делят одну грунтовую дорогу Разбитую Ну, не настолько сильно разбитую Но просто быстро не поедешь Вот так вот мы сейчас будем ехать 30 километров Хорошо, что мы успели проехать до того, как перевал закрыли Вот, надеюсь, сегодня мы еще даже успеем покататься Мы приехали в нашу квартиру в Будаури Вот такая у нас квартира Называется Гнездо Орла Тут везде орлы нарисованы По идее, эта квартира на 5 мест На Новый год было сложно что-то найти здесь больше Вот здесь два места спальных Вот здесь еще два места спальных Вот здесь вот еще два спальных места Там же балкончик есть Вот здесь обеденная зона Кухня со всей необходимой инфраструктурой Таилками, чашками, полотенцами Здесь склад Здесь всякие лыжи лежат Вот и здесь туалетик с ванной С чем положается Вот такая квартира Она стоила, сейчас скажу сколько Четыре ночи Двенадцать тысяч за ночью Она стоила В рублей Мы бронировали на Airbnb Бронировали где-то примерно месяца за полтора До поездки Сейчас у нас 30 декабря Вот такой вид из окна открывается здесь у нас Там отели Здесь вот заправка и магазин До подъемника у нас сантиметров 200-300 То есть в принципе рядом Сразу подъемник Можно выходить прямо в лыжах Ой, в ботинках лыжных И идти на подъемник пешком Сегодня первый день совпало так, что Не моя очередь сидеть в миске И хорошая погода на горе Вот я сейчас иду Не надо подняться по этой тропинке И вот здесь уже где столб стоит Это подъемник Вот наш подъезд В общем Сейчас иду Поднимаюсь на подъемник Правда единственное минус Что тут немножко прохладно Где-то минус 13 Внизу Ну наверху чуть попрохладнее Но это верно хоть немножко поснимаю Покажу вам Грузинские горы Сейчас мы поднимаемся на самую большую горку Гору точнее Кудеби Там правда есть чуть выше гора Как она называется? Садзели Садзели Вот Но мы туда поедем в следующий раз Мы сейчас поедем по этой трассе По красной Вот такая красота Открывается вокруг Высота 3000 метров Над уровнем моря Где мы наслаждаемся видами А вот это мы поднимаемся на самую высокую точку Кудаури Которая находится на высоте 3300 Ветрища Наверное сами слышите Просто пипец какой Холод Просто вообще нереально Чем-то забудем Как вы предлагаете Здорово Готово Голосое Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова